Третья жизнь. Третья жизнь делает тебя мужчиной. Я сделал все дела и за ноутбук сел. Времени натикало около часа ночи, когда я услышал звук, который ну вот совсем не ждал. Звук дверного звонка. Долгий будто состоит и упорно парис держит. Ну думаю опять случилось ЧП какое. Пошел открывать. Машинальный в глазок посмотрел, а там. Никого. Шутники и фиговы. И тут же осекся. Время-то час ночи. Детям поздно уже. Да и домофон. Всякая шпана просто так тоже не зайдет. Мда. Ну да ладно. Налил чаю, продолжил просмотр всего подряд. Минут через тридцать снова. Иду снова. Смотрю, картина та же. Да блин. Только отошел от двери и слышу. Открой, это я. Довольно знакомый голос. Опять к глазку. Никого. Да пошли. Люк, спать. Кажется, больше никто не звонил. Следующий день тоже прошел спокойно. А вот ночь. После двенадцати ночи снова раздался звонок. И снова я пошел смотреть. И снова никого. И снова. Открой, это я. И никого. Аж бесит. До меня дошло. Откуда мне голос знаком? Голос моей мамы. Я поспешил вернуться к двери, но не для того, чтобы открыть. Я стал ждать. Ждать следующего звонка. И он раздался минут 15 спустя. Я тут же прилип к глазку. В темноте подъезда стояла женщина. Женщина, похожая на маму. Как две капли воды. Вот только... Не знаю, я не спешил открывать. Открой, это я. Сами подумайте, что будет делать довольно-таки приличного возраста женщина, одна за 300 километров от дома? Да еще и без отца. Нет. Открой, это я. Мам? Открой, это я. Что случилось? Где папа? Открой, это я. Я. Эта женщина не говорила ничего, кроме одной фразы. Открой, это я. Вы кто? Открой, это я. Меня почему-то такая жуть взяла. Я закрыл дверь на все засовы и ушел в дальнюю комнату. Ну и свет везде включил, чего уж стоить. Так наступило утро. Не выспался совершенно. Следующий день опять спокойный, а ночь? Снова. Открой, это я. Я уже и маме, и отцу днем звонил. Они оба были дома и никуда не собирались. Кто же это? Открой, это я. Я стоял у двери и слушал. Открой, открой. Если вы не уйдете, я позвоню в полицию. Открой, это я. Мне стало реально страшно. Я не знал, что мне делать. И что стоит за моей дверью. Ведь эта женщина – точная копия моей матери. Я просто сидел в тишине и слушал ее. Открой, это я. Только вы знаете, чем дольше оно находилось за моей дверью, тем злее и порывистее становился голос. Словно ледяной ветер завывает. У меня голова кругом пошла. Было тяжело даже находиться рядом с дверью. Я хотел уйти, но не дошел, видимо. Проснулся я уже утром на полу, метрах в трех от двери. Этот день, как обычно, пройдет нормально. А вот ночь? Мне все страшнее и страшнее находиться дома. Ведь оно будет там, за дверью.